Премьер поручил министрам правительства заняться возобновлением чартеров в Турцию. Они пообещали, что много времени это не займет. Сразу же отреагировали туроператоры, начали принимать заявки на путевки. В сети даже появилась информация о том, что спрос на Турцию в 10 раз превысил предложение. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что снятие ограничений, да, на турпотоке отразилось, но в Тунис и Болгарию. За эти полгода россияне успели найти новые горячие места, и это крымские сочинские пляжи. Мои коллеги Наталья Люблинская и Алексей Карипанов тоже выбрали родные пенаты и отправились проверить, насколько комфортно и насколько дорого отдыхать дома, забыв о турецком «Все включено». Море, 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 мир бездомный, пеный шелест. Этот классический вид, лазурное море, скалистые горы встречает каждого пассажира. Аэропорт, который во время зимней Олимпиады 2014-го в сутки принимал и отправлял 25 тысяч пассажиров, ставит новые рекорды – 27,5 тысяч туристов. Судя по количеству рейсов на табло, эта цифра наверняка вырастет еще. Из Москвы до Сочи проще всего добраться по воздуху. Два с половиной часа в пути, и вот он – отдых на любой вкус и кошелек. Вот это трехместный номер. Бюджетный вариант – аскетичный интерьер, холодильник, кондиционер и бесплатный интернет. Телевизор по запросу, цена обговаривается индивидуально. На троих, ну, мы планировали 2 500, хотя хотелось бы 3, но не получается. 2 500. А вот за эти деньги далеко от моря вообще? 5 минут. Две с половиной тысячи рублей в сутки – это средняя цена в частной гостинице. Можно, конечно, найти еще дешевле – договориться с хозяйкой съемной квартиры. Если хочется хотя бы трехзвездочного отдыха, выложить придется около пяти тысяч за ночь. Ну а для тех, кто не привык накануне на отдыхе – эксклюзивные предложения. 55 квадратных метров. Этот номер, по сути, однокомнатная квартира, рассчитан на размещение семьи из 4-х человек. И хотя за проживание здесь придется заплатить чуть больше, конечно, чем среднестатистическая цена номера на курорте, но ведь за эти деньги постоялец получает еще и огромный балкон, откуда открывается потрясающий вид. В 100 метрах море, здесь же бассейн, ну чем не заграница. Отельеры не нарадуются. Восьмиэтажный корпус пятизвездочной гостиницы забит под завязку до конца октября. На пляже под защитными тентами нет свободного места. Некоторые туристы живут в Красной Поляне. Летом в горах не сезон. И найти стандартный дабл с завтраками, даже бесплатным транспортом к морю, там можно за пару тысяч рублей. Да, по-моему, пешком быстрее. Узкий дорожный серпантин тянется через десятки оживленных курортных поселков. Тысячи туристов. Средняя скорость движения автомобилей здесь падает до 10 километров в час. Дорога из Сочи в Туапсе, а это чуть больше 100 километров, у нас уже заняла 3,5 часа. Я так понимаю, это еще далеко не конец. Заторы на побежной трассе от Сочи до Анапы, пожалуй, главный минус для тех, кто приезжает сюда на машине. А таких, к слову, немало. По госномерам на федеральной трассе М4 Дон можно географию России изучать. Трасса очень хорошо приспособлена, очень много кемпингов, заправок и все. Можно отдохнуть, заехать, переночевать, кому кто устал. Едем из Москвы в Анапу. Там кварцевый песочек, очень хорошо. Там для детишек есть чем позаниматься. Там и всякие горки, и бассейны, всякие аттракционы. В багажнике путешественников все, что пригодится на отдыхе. Главное, чтобы ничего не упало. Гитара, мячик, сковородка. Путь от Москвы до Анапы – это полторы тысячи километров. В дороге в среднем придется провести почти 20 часов, подсчитал Владимир Сазонов. Проезд по платным участкам время сократит и обойдется в тысячу рублей. Такой вояж уходит существенно выгоднее для семейного бюджета. Тысяч в десять поездка укладывается на четверых. Я не знаю, как в поезде. Но это с ночевкой, с бензином, с едой. Поездам и вправду получается дороже. За нижнюю полку купе в двухэтажном вагоне с кондиционером и душем в одну сторону мы отдали 7 тысяч рублей. Впрочем, свободных мест все равно нет. Например, семья Колыхаловых едет на отдых в Туапсе. Хотелось ездить просто на наше побережье. Давно там не были. Но по деньгам выходит примерно так же, как поездки за границу. Мне уже была, очень нравится пухта. Море чистое, вода чистое, воросли, животных. Цены на размещение, например, в Туапсе, конечно, ниже сочинских. К примеру, квартиру там можно найти за полторы тысячи. А отель комфорт-класса доступен за три-четыре. Питание, как правило, не входит в стоимость. Но семья в этом сочинском кафе пообедать может на тысячу рублей. Порция настоящих кавказских хинкали дешевле американского фастфуда. Сочи сегодня не только курорт для спокойного бляжного отдыха. Прокатиться на традиционном банане или скоростном скутере, к слову, в два раза дешевле, чем в Турции или той же Испании, этим сегодня, пожалуй, никого не удивишь. Но вот пройтись по самому длинному в мире пешеходному мосту на высоте двух сотен метров над ущельем можно только в сочинских горах. Вот и затем, чтобы испытать буквально головокружительные эмоции от полета в бездну, теперь тоже вовсе не обязательно. Три, два, один! Пока мой коллега Алексей Карипанов будет выбираться из ущелья, мы отправимся в Крым. Выезжаем из Анапы, поворачиваем на северо-запад и через 100 километров оказываемся у Керченской переправы. Перевезти легковой автомобиль с тремя пассажирами – вариант семейный, стоит около 2100 рублей. Паромы отходят каждые полчаса. Билеты продаются на месте и через интернет. Погрузка в порядке живой очереди. Ждали, ну, минимум, да-да-да-да. Час-два? Меньше. А вы издалека? Мы издалека, да, мы с Арканинской области. С удовольствием едем как бы в Крым. А надолго? Дыхать на полтора месяца, да. Ну, у вас, я смотрю, большой состав? Ну да, мы многодетная семья, вот у нас тройняшки даже. И вот они, первое фото из отпуска, первая порция морского воздуха. С левой стороны Черное море, с правой стороны Азовское море, а прямо по курсу Крым – место долгожданного отдыха для многих россиян. Тем же, кто предпочел лететь на самолете… Дорога обошлась существенно дороже. Минимальная цена на рейс Москва-Симферополь – 8,5 тысяч, если брать билеты в последний момент около 15. Туда, обратно, почти 40 тысяч. Почти 40 тысяч на все сию за билеты. Зато можно сэкономить на такси. Прямо из аэропорта к морю через живописный Ангарский перевал еще с советских времен ходит троллейбус. Знаменитый маршрут Симферополь-Ялта. Идет полтора часа, стоит 114 рублей. На удивление, быстрый, но в 21 веке не самый популярный вид транспорта. Салон полупустой. Кстати, Ялта – один из самых дорогих и благоустроенных курортов Крыма. Номер в отеле на береговой линии может стоить и 6 тысяч человек в сутки, а частный сектор, правда, с душем, кондиционером и холодильником – до 2 тысяч. А ведь многие приезжают в Крым не только отдохнуть, но и оздоровиться. Это наша крымская садская грязь. Очень хорошая, лечебная. Сходил на завтрак – процедуры. Искупался, пообедал, получи сеанс гидромассажа. Много где было. В Германии ездил в санаторий. И в Сочи были цены такие же везде, но удовольствие и эффект отвлечения получаешь гораздо больше здесь. Крымские санатории, а некоторые из них строили исключительно для советской партийной элиты, сейчас переживают вторую волну популярности. Те, кто обновил инфраструктуру и повысил уровень сервиса, без клиентов не остаются. Теперь нам не нужен ни берег Турецкий, ни Африка. Ценищим более мягкий климат и хвойные леса с фитонцидами подавай берег Крымский, пусть и галичный. Каждый год уезжай отсюда, я уже представляю, как я буду здесь отдыхать в следующем году. Поэтому мои финансовые потоки направлены на это направление. Еще одно веяние времени – собственные крымские сети отелей. Из-за санкций сюда не могут прийти ательеры с мировым именем. Гостиниц «Пять звезд» по пальцам одной руки. Для тех, кто готов платить больше, каждый сезон открываются новые резорт. Три ночи в этом, например, будет стоить... 41 тысяча 70 рублей. Это на двоих человек, да? Это на двоих двухместное размещение. Получается, у вас будет завтрак, обед, ужин. У нас система шведская линия. Ну, то есть фактически услуги и уровень сервиса, как в Турции, правильно? Да, да, совершенно верно. Мы очень стараемся. У меня есть мои постоянные клиенты, которые ездят из всего Советского Союза. Его шашлык не променяешь на «все включено». Сергей Павлок – гастрономическая достопримечательность Алушты, а заодно индикатор настроения отдыхающих. Говорит, в этом году всех интересует одно – соотношение цена-качество. Суп, порция шашлыка и лимонад. Все вместе стоит 700 рублей, но это первая линия. Ресторан прямо у воды. Если отойти в город подальше, цены наверняка будут дешевле. Если бюджет отпуска скромный, а отдохнуть хочется подольше, в Феодосии найдется койко-место за 300 рублей в сутки. Более комфортные условия, например, мини-отель – 2000 в сутки. Но Крым – это не только побережье. Это живописные горы, подняться в которые стоит обязательно. Жаль, что камера не может передать этого аромата горной лаванды, аромата Крыма, такого насыщенного и терпкого. Для тех, кто любит погорячее и температуру воздуха, и температуру моря, курорты Краснодарского края и Крыма. Для тех же, кто ищет этим летом спасение от жары – Балтийское побережье Калининграда. Можно добраться также самолетом, поездом или автомобилем, подобрать вариант проживания, надышаться морским воздухом. Только накупаться будет сложнее. На 10 июля вода прогрелась до 19 градусов. Наталья Люблинская, Алексей Карипанов, Дмитрий Кочурин, Дмитрий Волков, Арсений Байбулов, Анастасия Берестенко. Дмитрий Костоков – Дмитрий Костоков, Арсений Байбулов.